Наша команда готова приступить к работе над очередным расследованием. Дмитрий и Денис встречаются для знакомства с заявительницей. Привет. Привет. Немного необычная история сегодня. Женщина, которая к нам обращается не из Москвы. Откуда? Она из Тулы. Проширяем географию расследования. Готовьтесь встретить заявительницу. Она в кадре. Зоя Котова, 31 год. Дистрибьютор косметики. Замужем, воспитывает двоих детей. Подозревает супруга в неверности. Здравствуйте. Меня зовут Денис. Привет, Дима. Зоя. Очень приятно, Зоя. Скажите, что вас к нам привело? У меня есть подозрение, что мой муж не изменяет с другой женщиной. Почему вам так показалось, Зоя? Я живу в Туале с двумя детьми, а Валерия ездит в Москву на заработки. Больше просто платит, вы понимаете. И так получилось, что Валерия очень редко стал приезжать домой. Раньше он приезжал раз в неделю, сейчас он приезжает раз в два месяца. И в один прекрасный день я ему просто позвонила на мобильной и подняла трубку другая женщина. Я вначале подумала, что это его троюзная сестра Полина. Он с ней живет. Но трубку сбросили. Я тут же перезваниваю. И уже никто не поднимает трубку. Я звоню Полине и спрашиваю, Полина, что такое? Она говорит, я вообще не в курсе, у меня нет дома, я на работе. Разбирайтесь сами. Интересно. А ваш муж что сказал по этому поводу? Он сказал, что роуминг, что-то со связью. Понятно. Давайте тогда будем разбираться. Но нам потребуется установить камеру в квартире сестры вашего мужа. Завтра самый подходящий день. Потому что Валерий будет работать на стройке как раз, а Полина работает в ночь. Мои люди с вами свяжутся, и мы обговорим время установки камера. Спасибо. Я буду ждать вашего звонка. Хорошо. До свидания. Всего доброго. Операция будет. Смущает меня только момент, что квартира не принадлежит ни ему, ни ей. Это квартира сестры, а мы в ней собираемся наблюдать. Опасно, конечно. Но с другой стороны, если ничего не подтвердится, она ничего не узнает. Если подтвердится, поговорим, объясним. Будем надеяться, что не потребуется ничего. Не расходимся. Будет совещание. На следующее утро группа наружного наблюдения заступает на дежурство у дома, где у своей троюродной сестры Полины временно проживает наш подозреваемый. Это наружка. Зафиксировали объект. Спасибо. Валерий Котов, 34 года. Геодезист на одной из столичных строек. Женат, воспитывает двоих детей. Дим, по всей видимости, пора летучку готовить, верно? Летучая группа готова ввести объект? Да, готова. Молодцы. Группа обвеса, как только объект покинет двор, можете приступать. Да, я передам ребятам. Приняли. К сожалению, ситуация, когда жена остается дома в провинции с детьми, а супруг уезжает в столицу на заработки, привычно для многих семей. Длительная разлука может стать серьезным испытанием для брака. Оперативники занимаются установкой камер в квартире Полины, пока она на смене в больнице. Действовать приходится быстро, потому что нашей заявительнице надо успеть на поезд до Тулы. Все вижу, картинка доходит. Ничего не забывайте, сворачивайтесь. Поджимаем. Все, уходим. Дим просил сообщить, Зоя с нашими выходят из подъезда, они закончили там работу. Спасибо, мы их видим, это наружка. Ну что, Зоя? Волнуюсь, Дима, буду ждать от вас новостей, надеюсь, что все получится. Не волнуйтесь, раньше времени не расстраивайтесь. Это Николай, он вас отвезет на вокзал. Спасибо, спасибо большое, буду ждать от вас новостей. Рулейка, работайте, пожалуйста. Прошу дороги. До свидания, спасибо. Весь день Валерий провел на стройке. Ближе к вечеру мужчина возвращается к своей машине. Если его трудовой день уже закончен, можно только порадоваться, что ему не приходится сутками убиваться на работе. А летучка, приготовьтесь, нас, похоже, собираются ехать куда-то. Наташка, привет. Что, много квартир-то продала? Да и... Придала. Ну и, значит, некая Наталья с ним встретилась здесь. Да щас, везде-то. Денег у народу вообще нету. Давай, прыгать. Собираются уезжать. Летучая группа, ведем объект аккуратно, не упускаем. Да, не упускаем, не упускаем. Похоже, эти двое – коллеги. Валерий строит дома, которые потом продает Наталья. Общее дело зачастую сближает самых разных людей. Посмотрим, насколько тесно общается эта парочка. Картинка от ведущей группы проходит, ведут объекты. Спасибо. Для внимания торгуются они в неизвестном дворе. Наш подозреваемый привез женщину в незнакомый нам район. Мы обратили внимание на то, что Валерий старается вести себя с Натальей как настоящий джентльмен. Неожиданно для простого работяги из стула. Дайте звук. Может зайдешь все-таки? Да нет, я устал как собака, давай. А завтра заедешь? Я завтра… Двусмысленный поцелуй был. Достал уже, там кое-что по дому надо сделать. Да, все фиксируй. Что ты такой несговорчивый? Ты уговорить не умеешь. У тебя квартиры не продаются. Все, давай. Давай. Зафиксировали все. Пока Валерий ведет себя как образцовый муж. Он отказался зайти в гости к Наталье и только отшучивался в ответ на все ее уговоры. Это хороший знак для нашего расследования. Возможно, зря Зоя волнуется за моральный облик своего супруга. Это летучая группа, мы продолжили движение. Вот уже четвертые сутки оперативники следят за Валерием. В предыдущие дни мужчина проводил на стройке, а после работы сразу ехал домой. Сегодня у него выходной. Он в квартире один. Сестра Полина на смене в больнице. Да, он ремонтом занимается. О, звонок. Внимание, звонок в дверь. Открывает. Здорово. Малинки нету. Да, я знаю. На смену. Я к тебе вообще поговорить с тобой хотел. Ко мне? Да. Я не поеду, не делаю. Какой-то приятель его пришел. Будем наблюдать. Посмотрим, что будет происходить. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Наша команда ведет наблюдение за Валерием Котовым по просьбе его жены Зои. Только что к нашему подозреваемому пришел какой-то неизвестный нам мужчина. Давайте звук. Скажи, долго будет это продолжаться? Ты о чем? Ну, ты здесь живешь как бы. Сколько ты будешь жить-то? А, ты об этом что ли? Ну да, о чем еще? Слушай, ну я ищу всю квартиру. Я понимаю, что я вам мешаю. Это не по поводу жилплощади, короче, что он живет у сестра дома. То есть мы каждый день там под тебя подставить с ним. Она то сработает, она работает, я работаю. То есть вообще... Это, видимо, ее мужик. Что ты? Посмотри, сестра его. Слушай, я еще объявление найду. Внимание, это нарожка. К дому подходит вот Полина, сестра его. Спасибо. Интересно, это Полина попросила своего мужчину поговорить с братом насчет переезда? Возможно, женщина устала от присутствия Валерия, но самой ей неудобно выгонять родственника из дома. Ну что? Пойдем, пойдем, пойдем. Пойдем в коридор, встречайте ее. Берем за отношениями. Ты что это? Он в горы пришел. Я, короче, ухожу. Привет, Заня. Привет. Что там случилось-то? Да, я ничего не случилось, все нормально. Что, купила вкусненько. Ну, ухажер, короче, не колется, что он на брата наезжал. Не съел. Ну, вообще, конечно, заход странный, да? Страна? Ты что не сказал? Я не знаю, что. Нервный какой-то психолог. Похоже, Полина здесь ни при чем, и ее приятель действовал по собственной инициативе. Валерий молча ушел из дома. Видимо, его чувство гордости было сильно задето. Будьте готовы ввести объект. Вижу камеру пешехода, спасибо. Да, только близко не подходи и не запались, пожалуйста. Там, Егор, все черт какой-то. Судя по всему, идти в чужом городе нашему подозреваемому особенно некуда. Остается только сидеть одному в парке и пить пиво. Алло. Привет, Ленка. Звонок Елене звонит. Да, да. Я чего звоню-то? Хотел твоими услугами воспользоваться. Вы это слышали? Да, да. Пристыть вон мне. Ну что, может, завтра? Весечемся? Там все зафиксировали. Ну, отлично, давай. Целую. Пока. Оказалось, Валерий не так уж одинок. Есть некая Ленка, услугами которой ему внезапно приспичило воспользоваться. Нам предстоит выяснить, кто это и какого рода услуги она предлагает. Так, начал он движение. Давай, пешеход за ним тоже. Продолжи. Весь вечер мужчина бесцельно гулял по парку. Но ночевать вернулся домой к сестре. Группу поменяли очередной раз. Собирается он выходить от сестры. Наступил пятый день наблюдения. Сегодня у Валерия второй выходной. Но он встал рано, чтобы отвезти сестру на работу. Валерий, давай быстрее. Чего ты там копаешься? Сейчас. Алина вместе с ним куда-то собирается. Внимание. Нет, слушай, время сколько уже, а? Летучка готова. Подождёшь? Сейчас я успею. Чего ждать? Чего ты там собираешь? Готово. Я на сутки ухожу на работу. Можешь меня потерпеть немножечко? Странно, что мужчина так торопит Полину. У него впереди весь день. Ему как будто некуда спешить. Однако наш подозреваемый весь извёлся, пока сестра собиралась на смену. Дим, какие наши действия, Дима? Редущая группа, не спим. Готовы? Да, готовы. Молодцы. У нас есть только одно объяснение нервозности Валерия. Он договорился на сегодня встретиться с какой-то Еленой и, видимо, поэтому хочет побыстрее избавиться от сестры. Следующая группа, мы начали движение. Докладывайте по маршруту. Привет. Высадив сестру у больницы, Валерий отправился в противоположный район Москвы. Он остановился на парковке недалеко от метро и, похоже, кого-то здесь ждёт. Девушка к нему какая-то направляется. Внимание. Ну, сколько лет, как иди. Елена. Привет, дорогой. Привет, дорогой. Как я рада тебя видеть. Ну, что ли, можешь меня заботиться, да? Ты прям всё так же хороша, как помнишь. Спасибо, спасибо. Елена и Валерий встретились так, как будто очень давно не виделись. Женщина то ли шутила, то ли вспоминала, что между ними в прошлом что-то было. Может, поможешь мне? А что? В комнату? В комнату? Слушай, ну я же куплю-продажей в основном занимаюсь. Ну, есть один вариант. Ну, правда, в центре. Ему нужны услуги релтора. Ну, и мне комиссии, конечно. Понятно, и уж выставляют там из дома сестра. Может быть, по старой памяти скидочками, да? Слушай, я тебе позвоню, если что-то будет, окей? Походу, между ними были отношения раньше. Всё, спешишь куда, нет? Да. Да неважно. Ну, давайте. Может, будет время как-нибудь? По крайней мере, отношения тёплые сейчас. Посмотрим. Да. Наш подозреваемый мог обхаживать Елену исключительно потому, что ему срочно требуется найти себе новое жильё. Однако есть вероятность, что на мужчину нахлынули былые чувства, и он не прочь воскресить прошлое. Это очень грубо, начинайте движение. После встречи на парковке Валерий вернулся в квартиру сестры. Её не будет до завтрашнего утра, так что он может наслаждаться свободой и одиночеством. ЗВОНОК У нас звонок. Фиксируем, кто там? Нарушку, а вы не видели, кто подходил? Там заходили люди. А ты что, не рад? Привет? Да, рад, рад. Привет, заходи, раздевайся. Похоже, это та девушка, с которой он работает, тоже риэлтор. Мы что-то не обратили внимание на её вход. Да, квартира ещё. Даже меня встретить не можешь. Ну что, ты не дойдёшь, что ли? По забавному стечению обстоятельств нашего подозреваемого окружают сплошные риэлторы. Может, если не Елена, то Наталья сможет помочь ему с жильём. Она, правда, тоже занимается продажами, но всякие связи и знакомства у неё наверняка есть. Я, по сути, за тебя твою работу делаю. Я понимаю, что ты мне квартиру найти не можешь? Ну, мне кажется, ты меня плохо уговариваешь. Серьёзно? Да. Серьёзно, тактильный контакт у нас. Подготовьте материалы, возможно, потребуется демонстрация. На следующее утро наша команда ждёт заявительницу на месте событий. Она уже знает от Дениса об измене мужа и первым поездом приехала из Тулы. Валерий оставил любовницу ночевать у себя, так что Зоя застанет мужа практически на месте преступления. Здравствуйте, Денис. Здравствуйте, здравствуйте. Я готова. Да. Ну, давайте тогда посмотрим. А вот за него мы не будем говорить. Я думаю, что лучше его спросить напрямую. Мы рядом, мы с вами командующим. Пойдёмте. 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 Ребята, направляемся все в квартиру. Привет, да? Всем внимание, полина сестра во дворе. Видели? Привет. Привет. Что тут происходит? Мы занимаемся расследованием супружеских измен, и если к нам обращаются люди, мы устанавливаем наблюдение за их вторыми половинками. Твой братец оказался под лицом. Он ей изменяет. А откуда у тебя такие данные? К сожалению, в вашей квартире пришлось установить камеры, скрытые. Интересно. Вы не были ни в коем случае вообще нашей целью. Вы случайно оказались причастными к этому. И вообще мы, конечно, всё это обсудим с вами отдельно. Да. Если можно, давайте чуточку позже. Просто сейчас закончим с одним делом, и мы вам всё уже потом расскажем. Я с вами поговорю. Ну, пойдёмте. Конечно, да. Спасибо. Заходим в подъезд. Аккуратно, ребят, работаем. Аккуратно. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА 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 Только кушаешь, ты за мой счет Твой хаппель, приходите, я же ничего не говорю Ты можешь убрать вообще? Валерий, спокойно, давайте вы жене объясните Смотрите, Валерий, у вас дома семья, у вас дома дети Руки не стыдь, конечно, ладно, все И камеры не надо срывать Я соберу вещи Что ты так нервничаешь? Раньше ты мне нервничаешь, ты не брал Говорил о том, что ты на работе столько времени проводишь Не надо сейчас устраиваться Так, не надо, так, не надо Я не считаю, как бы я сплюсь, поняла? Не трогай мои вещи Валерий, что за агрессия? А ты бы не был агрессивной Я тебе говорю, убери камеру Это не мои камеры, или не я это все устроила? Я Зоре говорю, какого хрена ты строила вообще? А вы считаете, что это она устроила? Не считай, не надо мне тут вопрос А какого ты мне? Человек без тренингов вообще Так не задерживаем его Работник Больше ты не увидишь ни меня, ни детей Я тоже твои, не забудь Думаю, что твоего больше не было Слышь, ты Ворота, мне денег стоит Нарошку встретьте его внизу, проводите Но не задерживайте Окей, отработаем Отработаем Валерий, слушайте, ребят Не надо, что здесь, что жгали? Не надо за мной пройти Так получилось, что у тебя сестра нормальная, а ты такой Это мои вопросы вообще, кто такой Ты приемный, может? Нет? Слышь, ты Ты что устроила? Моя личная жизнь стала достоянием общественности Да, полет, смотрите, ваше личное... Давайте я объясню кое-что Ваша личная жизнь никоим образом нас не интересует Она не будет показана, мы не интересовали Я бы хотела надеяться Прости, чтобы пока началась Вам предоставим извинения, а мы отсюда уходим Ну, извините Мне нужно пойти Ребята, пойдемте, пойдемте, пойдемте на вас В группу выходим аккуратно Да, да, три Там с Димой остались еще люди Я вам гарантирую, что никакие ваши данные нигде не сохранялись Не записывались, не фиксировались Простите за такую неудобную для вас ситуацию Дима покидает помещение Надо юристом будет с ней пообщаться Тяжело это все, я понимаю Понимаю Валерий тоже мог как-то иначе себя повести в эту ситуацию Но вот решил так выстроить линию своей защиты В агрессивном ключе Дима выходит, сейчас к вам подойдет Оператор будет готов Сто-либо понимать Я вообще очень хочу Моя машина вот здесь, поехали Спасибо вам Ничего, я пойду, поехали До свидания Достойки заявительницы выезжают Три остались во дворе Ребят, на сегодня все По поводу этим этажа оборота не сообщу позже Спасибо, понятно Стоп Валерий съехал из квартиры сестры Сейчас он живет в строительном вагончике На объекте, где работает Он пытается помириться с женой Но Зоя непреклонна Она подала на развод И алименты Полина поддерживает отношения с ней И своими племянниками Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok